привет с вами ул рэн сегодня разберем краткий пересказ фильма крампус подпишись на канал и нажми на колокольчик чтобы не пропустить еще больше видео семья готовится праздновать рождество томми и сара родители макса и бред есть еще бабка ами торговом центре младший ребенок семьи макс наебашил пареньку потому что тот сказал что санту придумали евреи чтобы мутить бабло под новый год нет фильм дает напомнить что пацан еще верит санту семья немного на взводе особенно после того как они узнают что к ним приедут родственники которых они не очень то и ждут на праздник явились сестра сары и ее муж их трое детей и тетя дороти и когда вся цыганская семья в сборе видно что семьи явно друг друга недолюбливают здесь что попросил у санта в этом году скатерть самобранку блять это не дом а страшный сон дизайнера но почему-то решили отпраздновать вместе орд и его дети известны как не самые воспитанные люди дети и вовсе ведут себя очень по-дурацки оказывается семействе гостей есть еще и ребенок его как неудивительно забыли в машине наверное спецом хотели без него но начал орать за ужином семья продолжает ссориться девочки которые очень похожи на мальчик хотя я и сейчас вижу в них мальчиков начинают задирать макса говорят гадости про санту а также они украли его письмо с доносом на семью санти начинают читать его вслух в письме макс просит помимо приставки сеги и меган фокс он приносит желание чтобы их семья стала дружней задевается слэм после которого макс заверяет что теперь он их всех ненавидит фокс рвет письмо и выбрасывает его чтобы вызывает за собой уже и выброс и запускается череда прикольных моментов утром везде отключается электричество за окном усиливается буря почтальон привозит огромный мешок с подарками которые никто не заказывал старшая дочь отпрашивается дойти до своего парня и тут становится ясно что я родителям глубоко насрать на дочь мало того что в ее возрасте она должна отучиться чтобы найти уже мужика постарше она просто-напросто мутит с каким-то дрюликом а иначе никак так еще и отпускают в буран даже если бы она сказала что она беременна родителям было бы на нее насрать идти пешком в настоящую снежную бурю перед новым годом это самое то бабушка завалит горящий шоколад и похоже на единственный адекватный человек в доме девочка идет к своему приятель при этом по дороге не встретив ни одного человека вдруг кто-то гасит солнце дома в районе словно в кировской области зимой все почти изо льда и тут появляется затейщик всех приколов именно крампус девочка пытается съебаться и натыкается на почтальон и и все равно он находит запах свежей письки и родители остаются такими же веселыми пока их сын не спасает всю ситуацию не напоминает что их дочь все еще не дома томми и ховард едут на машине искать девчонку натыкаются на снегоуборщика водитель которого одновременно попробовал ментос и мороженое повезло что ховард всегда возит с собой оружие они находят дом парня которому ехала но он уже заброшен и кроме смерти там никого нету они слышат крик девочки бегут на помощь их начинают преследовать гробой он утаскивает ховарда под снег и кусает его ногу томми используют револьвер и спасает ховарда они возвращаются домой несколько минут пытаются скрывать произошло от детей от всех но потом забив большой и длинный волосатый выкладывают все как было им ведь насрать и особенно родителям только изредка они напоминают что нужно спасти девчонку дети идите на кухню и возьмите что-нибудь поесть я не люблю детей и никогда не любила немного крепкого ладно только не настучите на меня если ее еще не убили и не изнасиловали не утащили хищники она далеко не главная цель сейчас им на все насрать они ложатся спать решая подождать пока закончится буря маленький пухляж ведется на ловушку с пряником и его утаскивают скорее всего жрать в попытке спасти парня все они конечно не увенчались успехом как не удивительно бабушка рассказывает что происходит оказывается в детстве она уже пережила подобное с ее семьей но выжила и решила что не надо рассказывать чтобы не сделали лоботомию их преследует крампус злой гей двойник санты который пришел не награждать а карась всех подряд особенно тех кто его бесит никто не верит в ее историю даже несмотря на то что сара сама видела живого пряника который хотел чтобы она его съела своими глазами девочка хорда вместе с сестрой отправляется на второй этаж одни в туалет где их уже поджидает помощник злого демона родители вышли на поиски на чердаке они встречаются с остальными приятелями крампуса одну из девочек съедает огромная игрушка пугалка а родители кое-как отбиваются от монстра тем временем внизу ховард услышав шум на кухне идет защищать семейство один на него устроили засаду вьетнамские печеньки пытаются его убить кое-как ему удается с ним справиться сожрал он их или нет неизвестно они собираются вместе и пускают собаку которую гандош вот на них нападают игрушки с чердака но тети дороти показывает что у нее есть навыки убийцы уничтожила почти всех врагов остался только один но его убить она не успевает и и утаскивают гей эльфы как и малышка как и ховард все в шоке ну пока малышку забирали потому что всем насрать он отправляется за ней но эльфы окружили семейство готовы лично делать педикюр окрампус велит ему идти пока славянский дед мороз не пришел не запиздил его вместе с мертвой снегурочкой бабушка остается чтобы выиграть немножко времени но ее жестко убивают оставшиеся члены семьи бегут к снегоуборочной машине их по одному утаскивают под снег двое детей успевают забраться внутрь но уехать не получается и девочку забирает гей эльф армандо окрампус оставляет мальчиков живых дает ему свой именной колокольчик как и его бабушки но макс не собирается просто уходить он решается идти за семьей ведь он один остался и начинает гнать что шмотку крампуса стремно и даже некрасиво и что он позвонит оркам который расскажет что тот к нему приставал демона геи это не устраивает и зная что орки могут завести на него дело и поедет по этапу в сибирь а там уже ранее описанный злой дед мороз обитает то забирает его собой макс просыпается на рождество своей кровати дома все целы и уже распаковывают подарки это был всего лишь сон но распаковывал свой подарок макс достает самый колокольчик крампус и все посмотрев на него вспоминая что произошло камера отдаляется мы видим что их дом находится в стеклянном шаре на полке рядом с какими-то отдаленно похожими шарами и злой гей их забрал и неизвестно что будет делать пока два брата на него еще не вышли надеюсь тебе понравился пересказ если да подписывайся а если нет то тоже подписывайся может быть что нибудь тебе понравится в будущем